Социальные сети в Украине стали популярными в конце нулевых. Самые известные из них. Вконтакте ориентирован на молодежь, развлечения и досуг. Фейсбук – более деловая социальная сеть для людей зрелого возраста. Многие ведут здесь свой блог. А в одноклассниках обосновались те, кому за 35. Впрочем, некоторые пользуются всеми сразу, как я. Ради эксперимента я не буду заходить в социальные сети, в которых я зарегистрирован двое суток. Лишь послезавтра я узнаю, кому я понадобился, что происходило и вообще, каково это жить без Инстаграма, Контакта, Фейсбука и одноклассников определенное время. Вращаю. Контакт. Выйти из соцсетей придется и с телефона. Теперь по нему я могу только звонить. Как социальные сети влияют на человека, расскажет психолог. Все социальные сети, конечно, нужны. То есть мы понимаем, что на сегодняшний день это такая форма общения и позиционирования тоже себя в мире. То есть они нужны. Но они, конечно, в свою очередь и определенной опасности таят. Часто пользователь создает несколько страниц. В основном реальная одна, остальные фейковые, ненастоящие. Когда создаются все-таки фейковые странички, то они с определенной целью. То есть это какой-то умысел, безусловно, у человека есть. Причин множество. Кто-то хочет безнаказанно обидеть других или поделиться своими откровениями. Кто-то заводит второй аккаунт специально для хранения аудио и видеозаписей. Также фейки создают родители, чтобы наблюдать за своими детьми. Вот я создал фейковую страницу. Я подружился со своим ребенком. И я хожу, я типа контролирую таким вот образом, что он там делает и что происходит в его жизни. Один из способов выразить свою позицию через соцсети – так называемый лайк. Ради него люди и выставляют на показ себя и свою жизнь. Чтобы сделать эффектное селфи и получить очередную сотню сердечек под фото, пользователи порой рискуют здоровьем. Получая положительный комментарий, положительный отзыв под своей фотографией, он получает чувство удовольствия. Легко, быстро, просто. И возникает желание снова и снова выложить новые фотографии и еще больше времени провести в социальных сетях. Пользоваться соцсетями следует осторожно, говорит врач. В противном случае придется записаться на прием. Они вызывают зависимость, стрессы и психические расстройства. Это бестолковая деятельность, бестолковая интеллектуальная деятельность. Мы тратим свое драгоценное время на умственную жвачку и на проработку той информации, которая не несет за собой никакой в себе ценности. Психиатр рекомендует проводить в соцсетях час в день, утром и вечером по полчаса. А родителям советуют следить, чем интересуются их дети в интернете. За то время, пока соцсети для меня были недоступны, я пропустил день рождения приятеля, не смог связаться с одним человеком. А еще мне понадобился документ, находящийся в контакте. Настало время узнать, что поменялось на моих страницах в интернете. В итоге за двое суток ко мне в друзья попросились пять человек, я получил 12 лайков и 8 сообщений, не несущих особой смысловой нагрузки. Станислав Печурин, Константин Грушко, Руслан Шевченко, ТВ5. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...